Госрезиденция Алла-Арча. Традиционно церемония вручения верительных грамот проходит здесь и традиционно в торжественной обстановке. Послы девяти иностранных государств официально начинают свою дипмиссию в Кыргызстане, в том числе Катар, с послом которого президент Садырджапуаров провёл отдельные переговоры. «Уверен, что благодаря вашему богатому дипломатическому опыту и личным усилиям кыргызско-катарские отношения поднимутся на новую ступень взаимоотношений. Наша страна придаёт большое значение развитию двустороннего взаимодействия и всегда готова к тесному сотрудничеству с инвесторами. При этом со стороны кабинета министров будет оказана всесторонняя поддержка». «Я хотел бы передать вам тёплые слова приветствия от эмира Катара, шейха Тамим бин Хамад Аль-Тани. В этом году летом он посетил Кыргызстан с госвизитом. От себя лично хочу выразить готовность приложить все усилия для укрепления двустороннего взаимодействия во всех сферах, которые представляют взаимный интерес». Активные меры для полного раскрытия торгово-экономического и инвестиционно-производственного потенциала Садырджапуаров обсудил с послом Туркменистана. Отношения стран вышли на новый уровень стратегического партнёрства, а потому есть все возможности для расширения сотрудничества. Глав иностранных дипломатических миссий приветствовал почётный караул, а уже во время вручения верительных грамот Садыру Джапарову они заверили, что приложат все усилия для расширения и укрепления взаимодействия своих стран с Кыргызстаном. «Поддержка, сотрудничество. У нас есть все предпосылки. Не знаю одного негативного, отрицательного момента, который мог бы повлиять в развитии наших взаимоотношений. Хорошее взаимопонимание и доказательство – это число студентов из Кыргызии в Словакии. Торговля растёт в прошлом году, она выросла на 10 раз в сравнении с 2021 годом. И растёт экспорт, это удивительно, экспорт из Кыргызии в Словакию». Наверное, много кыргызских граждан знает, что в 1924 году приехала группа чехословаков под названием «Интергелпо» «И создала промышленность здесь, в Кыргызии. Для меня это большое обязательство – твёрдо работать на укреплении наших дружеских связей, как в политическом, так и в экономическом плане». Представление от своих стран вручили дипломаты из Катара, Ирландии, Нидерландов, Туркменистана, Чехии, Филиппин, Литвы, Словакии и апостольские нунцы Ватикана. «В Нидерландах в основном равнины, а у вас просто фантастические горы. Я знаю, что наши туристы очень любят посещать вашу страну, поэтому, думаю, важно развивать это направление, чтобы ещё больше людей увидели красоты Кыргызстана. Сейчас на переговорах с президентом Садыром Джапаровым я спросил, на какие ещё сферы сотрудничества можно сделать акцент. Он ответил, что это водный сектор. Мы будем над этим работать». «Меня впечатлила ваша природа. Я впервые в Кыргызстане, но готов улучшать отношения между нашими странами. Мы имеем большой опыт в сфере развития деловой активности и готовы поделиться этим опытом с вашей страной». «Являясь апостольским нунцием здесь, в Кыргызстане, представляю Папу Римского, я хотел бы сказать о важности межконфессионального диалога. Наша роль в улучшении отношений между разными сообществами, потому что для всех нас самым ценным является мир. И именно с этими намерениями я продолжу делать всё, чтобы у Ватикана и Кыргызстана было много точек соприкосновения». На церемонии глава государства особо подчеркнул готовность углублять и расширять двустороннее взаимодействие, активизировать политический диалог и, разумеется, налаживать работу в торгово-экономической сфере. «Кыргызстан придерживается открытой и миролюбивой внешней политики. Её главной целью является развитие дружественных и взаимовыгодных партнёрских отношений со всеми странами мира. Главы иностранных дипломатических миссий играют ключевую роль в развитии двухсторонних отношений, и я рассчитываю на вашу активную работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также хочу заверить, что Кабинет министров Кыргызстана окажет полную поддержку для вашей плодотворной деятельности в нашей стране». Главы дипмиссии же сообщили, что готовы приложить максимальные усилия для укрепления отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В предыдущий раз Садыр Джапаров, напомню, принимал верительные грамоты у шести дипломатов в июле этого года, в числе которых послы Палестины, Кувейта и Великобритании.